Здравствуйте! Сегодня в Барнауле суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Сергею Чижову. Он обманул 219 вкладчиков более чем на 30 миллионов рублей. Кооператив движения в поддержку армии существовал с 2003 года около 10 лет. Задумывался как касса взаимопомощи, но со временем цели руководства поменялись. Под видом деятельности двух кредитных потребительских кооперативов денежные средства похищались у граждан по принципу финансовой пирамиды, когда проценты по вкладам огасились за счет поступления средств от новых клиентов. В результате 219 вкладчиков не смогли получить назад свои сбережения в полном объеме. Некоторым вкладчикам удалось получить часть средств назад, но таких единицы из сотен пострадавших. Судебные разбирательства длились около двух лет. Количество томов в уголовном деле превысило 130. Приговор 66-летнему подсудимому составил почти тысячу листов. Читали его месяц. Назначить чужого наказания в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По этому приговору пострадавшим, средний возраст которых 75 лет, отказано в возмещении 30 миллионов ущерба. Это не означает, что потерпевшие лишены возможности взыскать эти денежные средства. Просто они обратятся в гражданском порядке и будут взыскивать свои деньги. Но потерпевшие считают, что вернуть им деньги назад поможет еще одно уголовное дело, которое, как они считают, стоит возбудить в отношении помощников чужого. Пока отказы идут, но мы будем биться до последнего. 30 миллионов с одной пенсии тяжело не возместить. Крупный пожар, который произошел в центре Барнаула в воскресенье днем, тушат до сих пор. Основное пламя, конечно, уже ликвидировали, но поскольку завершить работу мешает мороз, спасатели продолжают дежурить на месте, чтобы не допустить повторного возгорания. Старинное деревянное здание полыхало так, что дым был виден даже в отдаленных районах краевой столицы. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Здесь находилось несколько небольших магазинов. Спасти имущество продавцы не смогли. Но люди, к счастью, не пострадали. Площадь пожара составила 280 квадратных метров. В Барнауле задержали педофила, которым на прошлой неделе напугали все родительское сообщество. В информации, которую распространяли по соцсетям, сообщалось, что неизвестный мужчина завел 10-летнюю девочку в подъезд и демонстрировал ей интимные части тела. Факт в Следственном комитете подтвердили. Задержанным оказался 26-летний житель краевой столицы. Речь пока идет об одном эпизоде преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Были ли другие случаи, сейчас выясняется. На сегодня все. До свидания.